виталий приветствую тебя очередная встреча конечно же продолжаем говорить о финансовых рынках валютном рынке и не только ты очень часто затрагиваешь и другие финансовые инструменты в том числе и криптовалютного рынка поэтому друзья стараемся вместе с виталием для вас охватываем все возможности которые прям подсвечивает нам сам рынок рассказываем о них и делимся своими точками зрения всем большое спасибо кто нас постоянно смотрит кто ставит лайки и соответственно коммуницирует вместе с нами задавая вопросы и тогда ну что далее неделя по сути еще одна позади прошлой неделе после выхода данных по инфляции две недели назад стала консолидации периодом консолидации для курса американского доллара и под конец прошлой пятидневки американскую валюту все-таки смогли вытащить чуть повыше тех локальных минимумов на которых индекс доллара был еще в момент наш с тобой прошлого эфира собственно давай демонстрации экрана перейдем как раз индекс доллара традиционно первый инструмент на который хотел обратить внимание сейчас котировки 107 52 то есть прошлый раз когда мы с тобой обсуждали ситуацию с долларом на индекс доллара был на отметке 106 10 или 106 15 ну то есть фактически на одни из на одних из минимальных уровней которые стали реакцией трейдеров на последний отчет по инфляции сейчас индекс доллара консолидируется локально есть факторы поддержки которые сейчас на стороне покупателей это комментарии представителей американского регулятора я на своем брифинге отдельно рассказывал сегодня и в ходе прошлого своего выступления в понедельник что очень серьезная резонанса имели комментарии главы сент-люиса буларды который является одним из самых авторитетных представителей американского регулятора но чем он был интересен тем что он по крайней мере конкретно говорил про уровни ключевой процентной ставки в сша и это вот стало чем-то новым для участников рынка потому что единственное что мы слышали в течение всей прошлой недели от других представителей американского регулятора так это то что ставка просто будет расти булард сделал акцент на то что она точно превысит 5 процентов по если условия на рынке изменится в частности был намек на потенциальное сохранение высоких показателей инфляции пример таких как на которых она находится сейчас то ставка американского регулятора может превысить 6 процентов такой сценарий по-прежнему рассматривается и вероятен сейчас в целом я думаю что рынок буквально до заседания федеризерва до данных по инфляции в сша это первые две недели декабря это новостной фонд гремит до этих пор события более значимых наверное и влиятельных отчетов уже не будет поэтому рынка относительно безидейным останется будет реагировать на меняющиеся настроения но в целом трейдерам уже нужна конкретика с учетом последнего отчета по инфляции от непосредственно американского регулятора что он думает какие у него планы по дальнейшему повышению процентных ставок будет ли он сохранять темпы ужесточения политики там феврале в марте но понятно что в декабре ставку снова повысит как минимум на 50 байсных понтов и до этих пор я считаю что индекс доллара но у меня есть два сценария их озвучивал то что либо американская валюта сейчас уйдет какой-то размашистый коридор консолидации он может быть даже в диапазоне там 106 109 пунктов либо все-таки мы будем постепенно наблюдать за локальным таким сохранением интереса к доллару и его ростом в район 108 5 и дальше 110 хотя я думаю что два с половиной пункта для индекса доллара на третьесортной статистике сделать будет очень проблематично хотя с другой стороны мы видели как на прошлой неделе на комментарии буларда просто на риторику представителя американского регулятора доллар активно отреагировал в общем я считаю что по американской валюте пока что будет приоритете все-таки восходящая динамика и если мы опять же когда выйдут данные по инфляции в декабре все-таки получим сигнал от резерва после уже точнее выхода счета по инфляции что теперь будет уместно замедлить темпы повышения процентной ставки я возможно откажусь от длинных позиций по доллару но не сейчас я вот анализируя весь перечень финансовых активов которые есть вот можно перейти к европейскому сейчас даже как бы и сомневаюсь стоит ли до выхода вот этих вот событий в декабре залазить какие-то сделки особенно если речь пойдет там каком-то позиционном трейдинге но спекулятивной торговли я не занимаюсь там внутри дня и так далее но все таки поэтому я сегодня пожалуй просто попробую подсветить ориентиры по основным инструментом но в частности по европейского я сам не торгую но когда спрашивают интересует что потенциально может произойти с евро дальше сейчас я считаю что больше условий для снижения потому что укрепление доллара как я только что отметил еще меняющаяся риторика европейского центрального банка который долгое время назад нас подогревал опять же к тому что ставки будут активно повышаться и в декабре и потом феврале сейчас уже начинает понемногу включать заднюю фрес этого не делает а европейский центральным банка уже фактически через всех кого только можно было отдал понять что в декабре ставку повысить уже не на 75 байс на фунтов а в декабре она 50 а соответственно феврале а ее могут повысить максимум на 25 байс на фунт то есть и cb существенно отставал от резерва раньше и сейчас это отставание будет еще более значительно я не вижу каких-либо перспектив для дальнейшего роста европейской валюты вот голлман сакс все равно уверен что перспективе трех ближайших месяцев это получается по февраль фары евро доллар провалится до отметки 0.95 0.94 ну я думаю что по крайней мере к паритету мы в ближайшее время придем так по золоту текущей котировки 1742 доллара за тройскую унсу индекс личных настроений на который я делал акцент буквально понедельник изменился была расстановка 50 на 50 я рекомендовал из золота выйти поскольку все-таки основной прицел в этой сделке был сделан на то что нужно торговать против толпы против большинства а сегодня уже настроение снова меняются и мы видим то что толпа повторно залазит в продажи и золото опять же начинает локально восстанавливаться я в ней сделать по золоту тоже сейчас но кому интересно судя по последней индикации каймана золото может вернуться в район 1760 долларов за тройскую унцию рынок нефти 8825 очень насыщенный фундаментальный фон ну во первых это ковидная обстановка нездоровая в китае после введенных карантинных ограничений понедельника и вот этот обвал который произошел это четырехчасовой таймфрейм фактически с уровня вот 8770 цен улетели до 82 и 50 но если не придираться совсем это фактически снижение на 8 процентов и потом уже это снижение быстро выкупили реакция рынка вот этот обвал хостала на сообщение о том что опек рассматривает возможности увеличения нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки якобы готовы мировой рынок к этому эмбарго на поставку российских углеводородов что должно вступить в силу 5 декабря но потом эту информацию вроде как опровергли я думаю что нужно дождаться декабрьского заседания опек и уже по факту смотреть за теми решениями которые будут приниматься там у меня была какая оппозиция по нефти если мы пробиваем 90 долларов за баррель то из этого актива лучше будет выйти в принципе так оно получилось потому что после 90 мы фактически просели еще на 10 процентов сейчас и по черному золоту скажем так у меня нет какой-то конкретной рекомендации потому что новостной фон есть факторы поддержки есть факторы и негативные на таком фундаменте очень сложно отстроить какую-то позицию поэтому я все же в таких условиях предпочитаю сидеть на заботе у меня вот одна сделка остается по индексу доллара из тех активов на которые сейчас обратил внимание и по индексу доллара я жду постепенное восстановление роста как я уже отметил в район 108 и выше это ли слово тебе так видно рабочий экран и так всех приветствую давайте пройдемся по прошлым идеям которые мы обсуждали прошлый вторник там по ним комментарии что отработал что нет на данном виде не рынка на сегодня ну плюс отвечу на те вопросы которые там ранее были в комментариях по поводу среди срочного движения евро доллара все время спрашивают и так далее ну и по поводу вопроса прошлом видео что нудный у нас вебинар получился прошлый ну так скажем не всегда бывает на насыщенный новостной фонд скажем да ну и плюс явно явно приближение зимы скажем мы трейдеры тоже превращаемся немножко аналитики сусликов да таких немножко игра игра снижается ну скажем ближайшее время скажем мире будет много много интересного по поводу даже тех же кто заметил кто проживает там европе в америке что этот год был очень и очень сухой да очень теплым на бил рекорды поэтому я думаю что к этому добавится еще в следующем году и будут делать какое-то ближайшее время штучный штучный голод мире это очень скажем так вот добивать население потому что скажем с к видом не получилось хотя все время этот к вид гоняет китае такое такое ощущение что европе его нет или сша или он там есть на забор когда как то вот так поэтому к чему я веду я веду к тому что в ближайшее время будет интересно работать на фьючерсах таких как пшеница кукуруза мясо и так далее то есть на товар на сырьевом рынке в следующем году будем там искать какие-то торговые идеи вот это будет интересно как то вот так нефть по нефти прошлый раз прошлый раз я давал рекомендацию на снижение по данному инструменту почему я так почему ее давал я говорил что здесь появились достаточно агрессивные продажи появились медведя на рынке напомню до этого в октябре я был очень ярым ярым быком по нефти ну и в принципе это также был быком цель я ставил в районе 100 и выше да там 110-125 ну понятно что когда скажем рынок рисует какую-то другую картину а я рынок оцениваю с точки зрения техники по своей стратегии да ну и плюс конечно я смотрю на фундаментальный момент но первым первостепенно у меня идет рынок скажем то что рисуют до этого я был быком как я уже сказал нарисовался текущем месяце шорт сигнал я здесь скорее всего нужно работать прошлый вторник среду я своим ребятам стал что по нефти принципе что мы получили мы получили хороший обвал на рынке по данным инструменту потому что было еще даже там вопрос у меня один комментарий почему я раньше нефть говорил что она будет сильно расти и перевернулся в шор новая картинка новое мнение у меня я не буду сидеть скажем упорота так скажем только покупки только покупки то есть рынок очень сильно наказывает поэтому нужно адекватно оценивать скажем рынок объективно не субъективно хотя по разным бывает даже бывает такой что субъективизм он иногда может больше больше скажем принести прибыль ну тоже рынок криптовалют да вот если взять прошлый год кто-то верил в рост биткоина кто сильно верил в рост биткоина в этом году очень сильно потерял да в таком формате дальше что дальше по нефти я думаю что здесь возможно какая-то коррекция по данным инструменту или хороший какой-то рост в район там 100 может получиться есть уже первый признак вот эти новости которые прошли по нефти вчера что будет за повышение там на 500 баррелей мне кажется повышать нефть до добычи но потом это вечером и проверили и наверное рынок вот откупать такой хороший пин барчера появился стоит дальше наращивать покупки ну скажем цена практически 89 но здесь я бы работал на против но или это коррекция получится или такой неплохой рост на 10 20 было посмотрим пока здесь приоритет но тоже осторожно потому что сильный пролив получился дальше что мне еще было была была у меня идея на снижение по натуральному мы где-то торговались ниже 6 20 ключевой уровень был локально тот же день и на следующий день несколько дней там три дня мы ниже этого уровня торговались все время там локальный intraday скажем рынок отрабатывал мою идею но среднесрочно здесь не получилось после вот этого откупа который получился на идея скажем не сработала среднесрочно я своим ученикам и про канале писал что я уже переворачиваюсь на другой сценарий пока я золо вчера получился неплохой рост и дальше я вижу что касается евро доллара я пока тоже за снижение по данному инструменту прошлый раз я говорил что во вторник что евро доллар уже не стоит покупать то есть там такое было хорошее развитие тренда получилось у нас я делал акцент на то что стоит ждать точки входа на снижение здесь было двухсотой и среднем уровень сопротивления я ждал какого-то сигнала на снижение в принципе он появился я в принципе и публично в открытом канале писал что вижу снижение евро точнее акцентировал на индекс доллара что есть вариант роста и по евро доллару приоритет пока что это если краткосрочно осуждать по евро доллару я чуть-чуть уже сменил свою риторику по данному инструменту среднесрочно пока я вижу снижение но это снижение и вижу как крик в этом импульсе который у нас был в начале текущего месяца точнее первая половина ноября на текущий момент я вижу что сейчас идет развитие коррекции откуда она будет в район где-то паритета возможно добьем возможно нет на и где-то в этой области если будет рисоваться хорошая точка захода в лонг я буду работать на на дальнейший рост на обновление максимум в таком ключе поэтому там был комментарий несколько раз евро доллар будет весной весной это чуть-чуть сложновато сказать я говорил что я в то время вижу его на снижение но скажем дойдем ли мы весной до до минимума которые у нас были в сентябре то есть ниже 0.95 пока сложно сказать но скажем среднесрочно скажем ближайший месяц-два мне кажется что евро будет расти ждем только развития коррекции если она произойдет пониже то где-то в этой области паритета я буду покупать а на текущий момент пока за снижение подарок это что касается евро доллара ну индекс доллара какая-то коррекция и что касается других инструментов золото и серебро ну золото аналогичная картинка евро доллару коррекция и потом покупки где-то в район там 1800 и больше пока я за снижение но здесь пока точек входа каких-то нету но где-то возможно искать точки входа на шорт спекулятивно работать не срочно забирать на следующий вторник или позже если он будет то я буду говорить несколько входов вот с интересного на сегодня это торговая рекомендация по американскому индексу s&p 500 работать на снижение здесь нарисовался корявый корявый паттерн на снижение можно попробовать секущих шарки все что ниже пятничного максимума точнее возьмем 4000 до я бы работал на снижение с общим стоп лоссом это вроде 4025 тоже это вижу как как коррекционное движение спекулятивная коррекцию и потом аналогично евро доллар индекс доллара золото работать на покупку после коррекционного снижения поэтому сейчас спекулятивно обязательно соблюдаем риск менеджмент работаем на снижение конечно что чуть-чуть сбивает скажем сомнения закрадывается то что евро доллар дал коррекцию неплохую золото дало коррекцию а вот 500 пока на месте чтобы не было здесь такого есть такие моменты по всем инструментам одинаковая картинка но какой-то инструмент не идет по плану который ожидал ну по другим скажем этим индексом аналогичная картинка dow jones nasdaq dax немецкий допустим кто торгует немецкий dax мне кажется здесь тоже напрашивается коррекция ну и рынок криптовалют я писал в принципе лично в этом канале что я за снижение после такого сильного снижения и проблем на рынке криптовалют с фундаментальной точки зрения с этим банкротством так скажем процессе банкротства биржа очень много интересного этой бирже замешана политика возможно там где-то деньги отмывали но биржа была хорошая там недавно читал скажем такой краткий скажем такой краткой с по этой бирже от одного трейдера крипто трейдера я его знаю лично говорил очень хорошая биржа это было даже по сравнению с биржей финанс она была более развита технически не был там один кошелек что торговать на рынке спотовым криптовалют что на рынке фьючерсов потому что финанс у него есть такая минус разные два кошелька нужно переводить деньги биржа была хорошая но скажем что то что то пошло не так поэтому дальше мне кажется криптовалюта смотрится на снижение если дальше индекса повалят индексы кстати пока еще не падали крипту еще немножко прольют и потом где-то там пониже будем уже рассматривать возможно это будет интересно скажем покупок если нарисуется хороший паттерн не будет показывать он можно будет подбирать на какой-то отскок среднесрочный получится пока мне кажется отсюда ну конечно кто торгует на спотовом рынке там без плеча или минимальное плечо то набирать среднесрочный лог пока сложно как-то вот так виталий спасибо тебе за твои рекомендации за точку зрения и опять же за то что прошелся по всем финансовым активам и фондовом рынке и рынке криптовалюта следим контролируем риски как это как всегда основная рекомендация очень важно особенно на таких вот непредсказуемых крайне волатильных движениях соответственно обсудим рынок снова через неделю надеюсь в плане фундаментально будет там больше интересных событий на которые можно будет сделать акции но пока есть то что есть виталий тебе хорошего трейда на неделю и хороших выходных спасибо пока удачи вот Продолжение следует...